Между тем, в России выявили первый случай британского штамма коронавируса. Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре. Он распространяется намного быстрее, но сама болезнь протекает без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, но при этом дети не относятся к группе повышенного риска. Есть ли повод для беспокойств в Казахстане? Это мы решили узнать у президента Академии профилактической медицины, доктора медицинских наук Алмаза Шармана. ООН выходит с нами на прямую связь. Алмаз Туригельдиевич, здравствуйте. Скажите, британский штамм уже гуляет по миру. Как уберечься от этой угрозы? Этот штамм, или точнее мутант, так скажем, он носит название B.1.1.7. Это один из мутантов, один из более чем 20, потому что вирус мутирует каждый два раза в месяц приблизительно. Но почему он вызвал такую настороженность? Дело в том, что, как казалось, он значительно более заразен, чем все его там прародители, предыдущие, так скажем, версии вируса. Но пока нет данных о том, что он стал более, так сказать, агрессивным. То есть он, может быть, даже менее агрессивным, но более заразным. То есть он начал заражать больше людей. И, соответственно, все эти меры, которые применяются для предупреждения COVID-19, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, они, конечно, должны еще больше ужесточаться. Естественно, хоть он даже не более агрессивен, но все равно он представляет опасность для пожилых людей, для тех, у кого хронические заболевания. И они, конечно, находятся под более серьезным риском. Поэтому он более заразен, поэтому представляет опасность того, что он будет поражать больше людей, уязвимых людей. И, возможно, даже он может вызвать увеличение смертности. Поэтому, в общем-то, это вызывает обеспокоенность. Этот штамм выявили уже в соседней России. Может, нам пора усилить меры безопасности? Ну, я думаю, что кроме таких мер профилактики, таких как ношение маски, соблюдение социальной дистанции, в общем-то, пока общественное здравоохранение не придумало. Поэтому вот что можно сказать, что необходимо вот эти меры еще в большей степени соблюдать. Я, например, слышал уже, кинотеатры будут закрываться в Казахстане, насколько известно, в ближайшее время. Это абсолютно правильное решение. Вот сейчас, особенно после новогодних праздников, вот наблюдается определенный всплеск коронавирусной инфекции. Поэтому всем нужно быть осторожным. По крайней мере, ближайшие, скажем, недели, месяцы, пока вот на улице холода, и, в общем-то, люди вынуждены находиться в закрытых помещениях. И если все-таки новый штамм коронавируса пришел все же в Казахстан, чего я не исключаю, то следует ожидать, что он будет более заразным. И поэтому все эти меры, они еще вдвойне должны быть более, так сказать, серьезными. Умы ученых, в общем-то, заняты и обеспокоены созданием эффективных вакцин. И важно, чтобы эти вакцины оказались полезными, и, скажем, они могли бы защитить и от любых других, скажем, мутантов коронавируса. Алмаз Турюгельдевич, спасибо за содержательный рассказ. Будем надеяться, что эпидситуация не ухудшится. С нами на прямой связи был президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман. Мы продолжаем.